У алтайских детей-сирот теперь больше шансов разрешить квартирный вопрос. Сегодня депутаты КЗС приняли закон о праве сирот при достижении 23 лет на получение федеральных жилищных сертификатов. И это помимо краевых. Сумма федерального та же, чуть больше 3 миллионов рублей. Но критерии строже. К примеру, полное отсутствие судимости за жизнь или высокий для матери-одиночки уровень зарплаты. Почему мы оставляем свою региональную составляющую? Потому что мы предполагаем, вот у нас сейчас на очереди стоит 2634 человека, детей, достигших возраста 23 года. Поэтому мы предполагаем, что из этих детей, ну максимум, наверное, 30% будут соответствовать тем федеральным критериям. Главная интрига сессии была связана с темой горячительных напитков. До заседания дошла одна из двух инициатив, связанных с розничной продажей алкоголя. За три дня до этого с рассмотрения сняли вопрос увеличения времени продажи спиртного до 23 часов. Парламентарии одобрили закон, по которому в День Победы, День Города, района или села в крае не будут продавать спиртное. Предлагаемые меры, по нашему мнению, целесообразны. И они будут способствовать тому, чтобы праздничные мероприятия проходили в праздничной спокойной обстановке. Бурным выдалось второе чтение законопроекта о пчеловодстве. В частности, документ прописывает оповещение пчеловодов об обработке полей с химикатами минимум за 5 суток. Одна из фракций во имя спасения пчел предложила занести их всех в Красную книгу. Идея получила ироничные отзывы. А если человек перепутает муху, пчелу или осу и вдруг убьет, какая будет ответственность? От 3 до 5 лет лишения свободы, принудительные работы или штраф миллионы рублей? Но депутаты вскрыли другую проблему. Не в каждом районе фермеры и пчеловоды умеют договариваться. Возможно, это обсуждение продолжат в будущем. У нас так и не предусмотрена обязанность пчеловодов извещать сельхозтоваропроизводителей о своем местоположении. У нас в законе нет обязанности пчеловода о предприятии мер по защите своего имущества. То есть мы известили об обработке пестицидами сельхозтоваропроизводителями, а он литки не закрыл. И еще один итог сессии. Органы местного самоуправления теперь могут заключать международные соглашения. Как правило, это будет касаться экономических вопросов. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.